Начнем выпуск с истории юных тюменцев, которые победили рак и теперь готовятся преодолеть новые высоты. Шестеро детей представят Тюменскую область на десятых Всемирных детских играх победителей. Ежегодно эти соревнования организуют для ребят, которые перенесли онкозаболевание. На этот раз соберутся дети из 12 стран мира. С тюменскими претендентами на победу познакомилась Ксения Волкова. Алина готовится к соревнованиям. Уже завтра она отправится в Москву на Всемирные детские игры победителей. Ты ощущаешь себя действительно победителем? Ну, считаю, что я победила свою болезнь, то да, я чувствую себя победителем. Это было сложное сражение? Ну, да, было сложновато. Но были хорошие моменты, которые помогали мне выдержать до конца, до победного. У Алины лимфома с поражением костного мозга. До того, как она узнала о своем диагнозе, девочка занималась спортом и вела активный образ жизни. Больше всего любила танцевать. Родители поддерживали дочку во всех ее начинаниях. Болезнь немножко нас приостановила. И после прохождения курса лечения, сейчас в стадии ремиссии, начинаем восстанавливаться. После трех протоколов химиотерапии нас выписали домой. Дома в течение года мы проходили таблетированное еще лечение. В этот период был контроль, никаких занятий. После закончили таблетие лечение, сдали анализы, все пункцию, в том числе и нам дали добро понемногу начинать. Со своим танцевальным коллективом Алина уже занимает призовые места. На игры победителей она тоже едет за медалью. Девочка представит нашу область в дисциплинах бег и стрельба. Кирилл тоже выиграл схватку с онкозаболеванием. В ремиссии уже два года. На соревнования он отправится второй раз. В прошлом году мальчик в составе команды по футболу занял второе место. Я победитель детских игр. Я буду участвовать в плавании и футболе. Конечно, это приятно, когда меня приглашают на такие мероприятия. С игр победителей дети привозят не только медали, но и незабываемые эмоции. Организовать поездку в Москву на столь значимое для них событие помогает благотворительный проект «Ключ к жизни», который работает в Тюменской области уже 8 лет. Эти ребята настоящие герои, но и они встали на ноги не без помощи неравнодушных людей. Стать благотворителем может каждый, например, приняв участие в мероприятии. Так, в минувшие выходные в Тюмени прошел марафон «Добра». Благодаря ему удалось собрать 24 тысячи рублей. Все они будут перечислены на лечение ребят с диагнозом ДЦП в благотворительный фонд «Поможем детям вы вместе». Я считаю, что о благотворительности должны говорить не только звезды, но и девочка с соседнего подъезда, первый учитель, коллега по работе, ну и так далее. Поэтому понятие благотворительности станет более доступным, и каждый из нас поймет, что он может чем-то помочь, внести свой вклад, и тогда вовлеченность граждан будет больше. Мы поддержали по возможности, чем смогли, чтобы сегодня у них этот фестиваль, этот праздник удался, чтобы дети были довольны. Дарить подарки более приятнее, чем их получать. Но не обязательно помогать финансово, когда нет финансово, можно быть волонтером, можно уделить два часа в неделю. Хоть какие-то приятные вещи делать не только для детей, но и вообще для общества, для развития города Тюмени, Тюменской области. На марафоне «Добра» гости принимали участие в мастер-классах и конкурсах, приобретали сувениры. Так, в этот день благотворителями стали более ста человек.